Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня у нас будет ролик именно в формате говоринки и просмотра событий исторического характера, которые формируются сейчас. И мы, ну скажем так, давно не встречались по этому поводу. После ролика о взрыве Крымского моста у меня на эту тему, на тему приближенную к этой роликов не выходило. Я вообще не люблю хайповать на таких темах, но люди просят, просят посмотреть обстановку. Я, конечно, постараюсь заставить себя это сделать. Я не очень люблю делать такие расклады, тем более на всеобщее обозрение. Но, тем не менее, может быть, кому-то морально полегчает от того, что этот расклад увидит. Я еще не знаю, что в нем будет в этом раскладе и полегчает или нет, и кому полегчает или нет, я тоже пока что сказать не могу. Но могу одно твердо утверждать, что тема, как я называю, скандальная. То есть здесь вот может вызывать бурные достаточно эмоции, то есть могут люди как-то неадекватно в том числе реагировать. Поэтому я сразу хочу сказать о том, что я читаю карты так, как они выпадают. И я не натягиваю за уши ситуацию при трактовке, будучи приверженцем какой-то одной стороны и желая каких-то определенных событий. Я смотрю безэмоционально, то есть в те моменты, когда я делаю расклад, у меня нет эмоций по поводу того, что происходит. И это не значит, что у меня этих эмоций нет в остальное время. Но профессионал таролог отличается от кустарщика такого, да, низкоуровневого. Именно тем, что тот, кто эмоционирует, тот, кто слишком включается в расклад, получает обычно неправильную информацию. И, соответственно, транслирует неправильную информацию на достаточно большую аудиторию, если она его смотрит. Поэтому наша задача разложить карты, трактовать их без лишних эмоций. Что касается комментариев, я тоже хочу призвать вести себя достойно. Потому что даже если постоянные подписчики, которые давно на канале будут позволять себе вольности определенные и вести себя неадекватно, я буду безжалостно блокировать, потому что в любые трудные времена для меня все-таки прежде всего в приоритете то, чтобы мы все оставались людьми. Да, кому-то в дом сейчас пришло несчастье. И не только по одну сторону баррикад, скажем так, по обе стороны у людей происходят печальные события. Кто-то не дождался кого-то домой, кто-то кого-то потерял там. Поэтому давайте будем уважать чужое горе и будем просто в адеквате, без вот этих призывов к кровопролитиям и всему остальному. Поэтому мой расклад не призывает, он смотрит перспективы. У нас тема «Россия до конца 2022 года». Ну то есть до конца этого года, когда снимается данный расклад. Он снимается, получается, у нас в середине ноября, 14 числа. А опубликован, наверное, или 15, или 16 будет, скорее всего. Приблизительно так. Так, первая сигнификация, то есть вот что самое важное было бы для нас и под девизом «Чего будет Россия до конца этого года». Я не особо смотрю новости, не особо вникаю в политику, но тем не менее какие-то поверхностные форматы пробегаюсь по новостям для того, чтобы просто не погружаться слишком в эту историю. Экономика в смысле продовольственного снабжения. Вот мы посмотрим, потому что то там, то здесь ведутся разговоры о том, что то в одной стране голод, то в другой стране может быть голод и так далее. Вот эти вот вопросы поднимаются. Ну, соответственно, посмотрим, есть ли действительно объективные причины того, чтобы появился голод или какой-то недостаток продуктов, товаров. То есть вот ты заходишь в магазин, а там полки пустые, купить абсолютно нечего. Вот такие моменты есть. По закупкам оружия посмотрим, что будет, будет ли наращиваться масса закупок или пока что есть и всего хватает. Территории посмотрим, что могут сказать нам Таро о территориях и боевые действия, насколько будут успешны. Давайте начинать и смотреть, собственно. Первая позиция у нас. Ну, смотрите, во-первых, до конца этого года мало что завершится, потому что здесь все-таки ложится долгосрочный аркан. Это аркан Страшного Суда. И здесь говорит эта карта о том, это просто как сигнификация, мы не конкретную какую-то сферу смотрим, а просто мы видим, что могут уйти еще достаточно значимые люди. Естественно, здесь и о потерях в том числе говорит карта, но здесь может быть переформирование, поиски новых соратников какого-то другого содружества, могут создаваться новые связи между государствами. То есть может быть такое, что одно государство отвернулось, поэтому союз будет заключаться юридически подтвержденный с другими государствами. Вот это есть на сегодняшний день. Я не в курсе официальных договоров у кого чего и с чем, но вот именно так карты показывают смену партнера. Но Россия, вот знаете, для нее на сегодняшний день происходящие события, да, это колко, да, это емко, это больно, но они не являются уничтожающими. То есть здесь настолько плотная, настолько прочная, да, вот пока что ситуация, в которой по сути, ну здесь о правительстве больше идет речь, оно незыблемо. Но вопросы после вот того, как трепка с одной и с другой стороны произойдет, вопросы о договоренностях будут проявляться, подниматься неоднократно. Но я вам скажу так, с первого раза никто нигде не соберется, будут по 10 раз передоговариваться в рамках того, чтобы начать некие переговоры. Но в целом мы видим, что есть потери, на восполнение которых понадобится помощь, завершится какой-то период или какая-то операция, я не имею в виду глобально, да, вот боевую операцию, я имею в виду какая-то часть, отдельная, очень жесткая, где-то ставится точка, то есть точка будет поставлена, которая будет влиять не только на всю страну, на масштабы всей страны, но и задевать, скорее всего, международные сообщества, это есть. А так, здесь вы знаете, вопрос в том, что понадобится оборона своих территорий, в том числе, своих территорий, как я это воспринимаю в старом формате, то есть мы будем говорить так, что я живу в определенной стране, в нашей стране на сегодняшний день определенные области признаны российскими, но я говорю сейчас о тех областях, которые не признаны, скажем, не были признаны вот недавно российскими, а о тех, скажем так, что было до того, как началась спецоперация, вот на них будут тоже нападения на эти территории, придется отстаивать, и оборона их будет достаточно успешной. Так, давайте смотреть экономическую составляющую и вопросы продовольствия и снабжения. Ну, смотрите, экономику будет шатать в том плане, что очень много будет эмоциональных высказываний, очень много будет таких вот, знаете, вбросов, когда собрались, поговорили, об этом есть. Ну, здесь смена партнеров, подкрепление неких старых связей после разрыва одной из связей, достаточно жесткой, в целом больше похоже все-таки на стагнацию и небольшие движения, то есть, знаете, вот как будто бы озеро, и в озере периодически идет рябь, вот такая вот аналогия идет в данном случае. Глобальных потрясений, изменений, которые бы сказывались на ритме жизни общем населения, в целом, да, я имею в виду пенсионеров, детей, там, обычных рабочих и прочее, в принципе, все пока что до конца года, выразимся грубо по-старому. Небольшие плавающие, скажем так, такие вот очень эмоциональные посты, очень эмоциональные новости, которые на поверку будут оказываться пустыми. То есть, здесь, вы знаете, могут говорить, а, сенсация, сенсация, там, с российской экономикой, то-то, то-то случилось, на поверку оказывается, что слишком уж подняли шум из ничего и никакого, такого, да, переворачивания, на самом деле, и глобальных изменений не происходит. По продовольствию все абсолютно адекватно, более того, сбор урожая и все остальное прошло с большим успехом, судя по данной карте, в разных областях страны. То есть, то, что должны были в уборочную пору приобрести, все то, что касается продукции, особенно сельскохозяйственной, оно здесь в достатке. Да, будут, скажем так, переоценки, цены будут меняться однозначно на какие-то товары, даже цены вернутся на уровень прошлых месяцев. Вот такой момент здесь есть. Будут пытаться сдерживать, но достаточно конфликтно, даже будут штрафовать точки торговые. Будут, ну, уже и сейчас в магазинах вводятся именно товары социально востребованные, да, которые там имеют неповышаемую, будем так говорить, цену. Но к этому будут еще неоднократно возвращаться, потому что будут прецеденты, будут эти моменты исправлять. Но, я вам скажу так, именно голода, катастрофы, каких-то больших изменений в продовольственном смысле для территории именно России в старом ее формате, до того, когда, вот, скажем так, до референдума, последних референдумов, я имею в виду, все будет здесь в порядке. Давайте те области, которые, ну, в тех областях, где, да, вот, прошли референдумы и признано все, там в формате гуманитарной помощи. То есть нормальной работы магазинов, нормальной работы точек продаж, снабжения не будет. Будут однозначно проблемы, периодически грузы будут уходить не туда, куда бы хотелось. Это придется контролировать с точки зрения законодательства и в военном ключе, с течением времени. То есть пока что там вот так вот, только силовыми методами, только не в обычной, привычной, да, вот такой вот жизни, а с влиянием военных это будет контролироваться. Следующее, что мы смотрим, это закупки оружия, давайте. Закупки оружия. Смотрите, однозначно они будут со старыми партнерами, но могут разрабатываться совместные проекты. То есть будет очень интересно, вот, да, здесь ложится сочетание, такая история, когда вместе с теми, у кого оружие покупалось, будет разрабатываться совместный проект. Я не знаю, насколько новым это будет оружие или это будет ситуация, когда уже известное имеющееся какое-то оружие будут на территории нашей или нашего партнера производить. Но однозначно здесь усиление собственных мощностей, в том числе по производству. Не столько закупки идут, сколько производства у самих. Будут разворачиваться исследования, судя по тому, что мы здесь видим по чему-то, что касается тепловых каких-то установок, того, что сеет именно не столько осколки, сколько температуру. То есть что-то типа солнцепелка, например. Либо его будут наращивать, да, каким-то образом, либо здесь будут что-то подобное еще разрабатывать, какие-то аналоги или, ну, я не вижу, чтобы кардинально это было новое. Это из семейства уже имеющегося оружия определенные апгрейды. То есть вот в этом ключе. То, что хорошо уже известно, соответственно, будет изготавливаться в его, не просто расширяться производство, а будет какой-то апгрейд, ну, достаточно длительный, может перекидываться еще на следующий год. Ну, где-то через месяц мы можем услышать что-то, касаемое оружия, которое воздействует именно за счет тепла, света, вот того, что связано с температурами. Не вижу, чтобы это было что-то связанное с ядерным аспектом. Нет, это не проядерное, но что-то достаточно горячее, выразимся так, во всех смыслах этого слова. Территориальные вопросы. Смотрите, территории основные, российские, будут сохранены. За остальные, вплоть до конца зимы, пока что мы не смотрим на больший период. Мы смотрим до конца года пока что, потому что ситуация динамичная. В целом ее лучше просматривать вот такими секциями, секторально. Поэтому мы смотрим с вами, что те территории, которые имелись, вот смотрите, 4 региона. Пока что то, что касается приграничных территорий РФ в старом формате, да, они будут сохраняться за РФ. Будет надлом, но с возобновлением боев. То есть вот то, что мы видим, то, что сейчас там, да, откуда-то ушли, развернулись. Там однозначно будут еще бои, то есть там песня не окончена. Нельзя сказать, что здесь поставлена точка, будет и далее борьба. Но до конца года эта борьба, к сожалению, не закончится. Здесь вот, знаете, проблема в том, что придется защищать и более близкие к старым, ну, условно старые границы, как я называю. Которые находятся за ЛНР и ДНР, ближе к территории России. То есть вот здесь вот придется еще и отбивать от своих границ определенные моменты. То есть здесь Луганская, Донецкая плюс территория Российской Федерации, граничащая с ними, да, вот с этими республиками. Она будет тоже подвергаться диверсиям. Будут минирования здесь однозначно есть. Могут быть водяные и воздушные, да, вот больше здесь о воде все-таки идет речь. Вопросы подниматься, да, территорий, которые в составе там с 2012-14 года. Придется их тоже защищать. То есть пока что я не вижу, чтобы была там полная победа и все было прямо шоколадно. Нет. Называется «Сохраните старое». То есть будет уже трудно удерживать старое до конца года. Затем будут походы новые, новые походы навстречу, скажем так. Ну, то есть возвращаться будут после отступления. Здесь однозначно. Но пока что не будет двигаться фронт, исходя из того, что мы видим, в пользу России. Опять же, я напоминаю, я смотрю арканы, то, что говорят карты. Это не мои размышления, что я там сижу и выдумываю то, что я хочу или то, что я не хочу. Я просто читаю карты без эмоций для того, чтобы люди получили информацию, для того, чтобы, да, ну, хотя бы, может быть, у кого-то это убавит беспокойство, у кого-то прибавит. Ну, кто предупрежден, тот вооружен, как говорится. В боевых действиях пока что может быть стабильный неуспех. То есть здесь все, знаете, вот такая стабильность, которая начинает походить на стабилиздец больше. Поэтому здесь, если говорить о военных действиях, к сожалению, мы видим, что достаточно много будет раненых. И здесь будут еще ситуации, когда придется отступать. Но я не могу сказать, что эти отступления будут являться крахом, потому что за ними стоит достаточно интересная манипуляция, которую на сегодняшний день, ну, озвучивать не буду, судя по тому, что показывают карты. Будут возвращаться на территории, но и отступать пока еще до конца года будут по некоторым направлениям. Я не очень хорошо знаю линию фронта, и я не могу указывать, на каких конкретно участках этого фронта мы это сейчас не смотрим будет. Но пока что формат, когда все ближе и ближе к территории в старом формате Российской Федерации, будут отодвигаться именно наши войска. И если кого-то это полоснуло чем-то там серпом по какому-то месту, то оставьте при себе возмущение, потому что я читаю карты. Я этого не желаю кому-то, я не желаю кому-то гадостей, я просто говорю именно то, что выпадает. После еще нескольких отступлений будет вопрос по переговорам поднят, после которых уже начнется более активное наступление. То есть здесь вот есть где-то в течение 11 недель, с начала следующего года, может быть наступление и достаточно серьезное. Вот что показали нам именно по поводу России. Карты на сегодняшний день. Ну, также, если интересно, напишите. Я могу, пока вот есть какой-то такой настрой, пока что, пока меня уговорили, как говорится, я, возможно, заставлю себя, если это интересно зрителю, снять по Херсону, допустим, по Одессе. То есть что еще интересует именно в масштабах данных военных действий. То есть какие темы интересуют. Корректно пишем вопросы, то есть без таких, кто когда там сдохнет и так далее, таких формулировочек не допускается. То есть как только появляется жирный тролль, он жирно тут же банится. Поэтому если в адеквате люди, если адекватно человек вежливо спрашивает, то я рассмотрю возможность снять видео на эту тему. Идеи и вопросы под этим видеороликом на эту тему можно писать. Для того, чтобы я потом посмотрела и уже решила, буду я до конца года снимать по поводу именно спецопераций, военных действий и всего остального. Или если эта тема не особо интересна в предсказательном смысле, то тогда и задевать ее не будем. Потому что, честно скажу, она болезненная. Я переживаю всегда, когда снимаю такого рода темы. Потому что, естественно, очень переживательно за обычных мирных людей и на той, и на другой стороне. Но понимаешь, что есть то, что мы изменить не можем. И вот то, что мы не можем изменить, мы хотя бы, может быть, как-то можем подкорректировать свое положение в том, что происходит. И не озлобиться, и не вносить дополнительную злобу в то, что происходит сейчас в мире. И я не буду комментировать, скажем так, с личным отношением к тому, что сейчас очень многие выпрашивают какие-то такие вещи. Вот называйте вещи своими именами, а говорите провокационные какие-то вещи. Я могу таким людям сказать так. Вы можете создать свой канал и говорить на нем, пока вас не забанят любые провокационные вещи. Потому что мой канал для помощи людям, а не для того, чтобы сеять злобу на территории любой страны этого мира. Я всем желаю все-таки нам поскорее мирного неба, разрешения этой ситуации с наименьшими потерями среди мирного населения. И среди тех, кто в адеквате, и среди тех, кто действительно хотел бы жить счастливо, мирно и созидать, а не разрушать. Я желаю всем удачи и благополучия. До встречи. До свидания.